доброго времени суток зрителям сочиненным гостям нашего канала с вами росси и мы продолжаем играть в игру под названием imperial glory ребята я надеюсь вы уже немножко отдохнули от imperial glory потому что я слишком зачастил выходами серий то есть буквально выходили с интервалом в два-три дня что очень плохо повлияло на количество просмотров и я думаю вы начали терять интерес потому что слишком часто тоже слишком плохо поэтому давайте я сделал такой перерыв практически в месяц возможно слишком большой опять же приборщил но как получилось так получилось давайте продолжим играть и за россию мы играем на самом высоком уровне сложности в прошлых сериях мы захватили османскую империю мы захватили молдавию польша у нас под контролем взяли кусочек от австрии а именно галицию и наверное будем готовиться к войне с финляндией возьмем точнее швеции возьмем отхватим финляндию швецию и возможно захватим норвегу великобританию тем самым укрепимся на материке в этой части так давайте посмотрим что у нас там по войскам потому что прошло уже почти около месяца если честно я свои видео не пересматривал не люблю это делать потому что я мне никогда мы видео не нравится мне не нравится все как тут происходит поэтому я снимаю в основном для вас снимаю потому что я люблю империал glory и снимаю потому что это наверное мое хобби хотя я же взрослый дядька и мне наверно пора заняться чем-нибудь другим более правильным то есть там заветесь семьей там или еще чего-нибудь такое умное сделать что там делают взрослые умные мужики но я к сожалению или к счастью сижу играю в игры и снимаю видео которые нужны наверное только мне это не всегда и людям 10 наверное 15 которые возможно ждут и смотрят видео на нашем канале так местном госпитале построены в регионе балканы восточной пруссии давайте наверно пройдемся что мы тут можем вообще построить во всем этим ребятам курск санкт-петербург молдовия домой сейчас молдовую активно активно развиваем специальные школы для специальных поляк наверно так давайте к саксонию возьмем ганновер торговые учреждения швеция простою столица нейтральной страны инфраструктуру увеличив систему транспорта на 0 3 каждый ход нет мы их захватим так не тратим не тратим наше население для того чтобы мы могли рекрутировать больше войск чем больше войск тем быстрее мы захватим этих жалких людишек как бы нам так подготовиться сто пудов если нападу на швецию если нападу на швецию то британия скорее всего тоже объявит мне войну так конечно очень плохо так пошло там пошел у нас процесс вот здесь что-то еще вроде строил досмотрите госпитали строю здесь тоже процесс идет госпитале конечно же судя по всему наверно в прошлых сериях очень много влил золото потому что у меня было почти под 100 тысяч 900 точнее 99 999 максимально а смотрите швеция ай-яй-яй-яй-яй-яй что происходит люди православные великобритания нас опередила забрала швецию надо было бить чуть раньше теперь придется развязывать войну с Великобритании. Но если мы сейчас заручимся поддержкой, к примеру, то же самое Австрии, чтобы она не лезла, мы сможем... Да, мы сможем отбить Брандербург, тем самым освободить Пруссию. Что тут у нас есть в ответ? Слабенькая, слабенькая... Нет, не совсем слабенькая Британия, но в принципе можно, если... Но это будет слишком массовая операция, если мы сейчас подготовим наши войска, заведем их на территорию Саксонии по мирному договору, по правилам на проход. Потом единственным одним ударом ударим по Ганноверу, ударим по Бранденбургу и ударим по Финляндии. Но блин, видите? Можно, можно так сделать. Давайте, наверное, так на этой будем бить. Рекрутируем, наверное, рекрутируем ребят с Польши. Я хочу, чтобы это были поляки, чтобы они нам доказали свою верность. Здесь же, конечно, мы ударим регулярными войсками. Однозначно, которые вот у нас уже тут на подходе. Давайте еще... Так, какие-то из этих пушек себе показали как какашка. Я не помню какие, поэтому я не буду ни те, ни те строить. Рекрутируем давайте пехоту, кавалерию. Готовимся, готовимся к войне. Так, что тут у нас эти ребята вообще вот неукомплектованные. Им явно не хватает и тогда конного какого-нибудь скомплектуем. Значит, что здесь? Здесь, я думаю, хватит пару заряженных даже одного офицера с конницей и одного офицера с каким-то шерпотребом, и мы просто конницей их разобьем. Теперь острая стоит вопрос, освобождать ли Пруссию или держать ее под гнетом постоянно. Но там постоянно нужно держать войска, и это будет испариваемая территория очень жесткая, потому что Великобритания будет постоянно бить в ответ. Ребята, у кого есть свои предположения по этому поводу, что сделать с Пруссией, я думаю, мы в этом, в этой серии нападать не будем, а только будем подготавливаться. Поэтому, кто постоянно смотрит рубрику по Imperial Glory, оставляйте свои комментарии, что же делать с Пруссией, освобождать или держать ее в осаде вечно, учитывая, что Великобритания будет пытаться отбить этот регион, и он будет относительно для нас нестабильный из-за того, что наши войска будут силой удерживать Пруссию. То есть, единственное послабление... Ой, я подумал, война. Единственное послабление, любое, точнее, послабление на территории Пруссии от войск в Великобритании сразу возможность восстания. Что, в принципе, понятно, мы подавим, но все равно это будет неприятно. Так, торговое учреждение в Саксонии построено хорошо. Не хватает ресурсов. Я вижу, мы очень сильно проседаем по золоту. Стало больше территорий. Как-то стали больше просаживаться. Великобритания опять вернулась в тех, кто нас не любит. Присоединились, точнее, к тем. Пока ждем. Госпитали построены, лесопилки построены. Рекрутируем людей, рекрутируем, ждем. Еды у нас предостаточно. Это благодаря новым территориям, которые мы присоединили. Мы там развили сельское хозяйство. Построили фермы, лесопилки. Хотя у нас, в принципе, и так не было проблем с ресурсами в плане дерева. Так, господин, не хватает. Ну, не хватает. Ждем. Что у нас по миссиям? В течение одного хода, одного из ходов, исследования будут... Нет. Это мы. Каждый ход в течение одного года прибавляет два очка симпатии нам во всех странах. Население 3000 человек, морских торговых путей 5. У меня пока нету морских торговых путей. В течение двух лет исследования в вашей империи будут идти в три раза быстрее. Тоже пока нету. Условия не выполнены, скажем так. Так, давайте пока гусар... Блин. Перейди сюда. Заберешь гусар и вернешься обратно. Что тут в Молдове у нас? Еще что-то строится. Даже специальные школы. Что тут у нас? Здания какие? Начальные школы, лесопильные заводы, казармы, конюшни, литейный цех. Фермы давайте, конечно, наверное. Современные госпитали. Это более важнее. Британия. Потом будем вас поднимать в плане армии. Пока нужно поднять инфраструктуру для того, чтобы вы не были балластом. Британия. Я вижу, ты нарываешься на пиздельному Магаранчо, чем я собираюсь тебе ее выписать. Мне нравится, что Британия отхапила Швецию. Да, сейчас надо проверить, чтобы у меня не было маневр исследований стратегически. Хорошо. Это что? Получают 25 прибыли фрегаты? Нахер мне те фрегаты. Я пока не собираюсь быть в Ладыческой морской. Так, что здесь у нас? Торговое отделение. Давайте с ними будем торговать обязательно. С чебуреками будем торговать. Британия, конечно, нож в спину, нож в спину этими своими действиями. Отобрать так вероломно Швецию. Теперь разгуливать у меня под моими границами. Но, с другой стороны, мы сможем у Британии купить Финляндию. Хотя, зачем? Может, просто потому, что можем. Так, проверим, нету ли у нас войск на территории Австрии. Нет, наших войск там нету. Так, собственно, я тебя зачем сюда привел? Забирай и уходи. Так, а вы же давайте что-то в ответ. Нам ничего не хватит? Да, давайте там гренадеров. Гренадеров не хватит. Тогда просто пехоту. Поляки, что с вас взять? Так, что тут у нас... Тут у нас идет подготовка полным ходом. Я думаю, в принципе, три отряда нам хватит для того, чтобы пройтись до Швеции. Вы смотрите, что они делают. Подонки. Наши ученые за ночь изменят градус земли. И вся ваша Британия окажется под водой. Мерзкие бриташки. Хорошо. Да, все понятно. Весопилка построилась. Так, что тут у нас? Вы вот этим хотите против меня воевать? Хлопцы, ну это же даже не смешно. Я сейчас только вон с Сабанева выведу. Труба вам всем будет. А он поляк. Он поляк. Тут у нас стоит... Ну, такой слабенький. Вот это тоже слабенький отряд. Отряды слабенькие, конечно. Тут вообще... Так. Попробовать... Нет, нету смысла вас мирно аннексировать. Вам надо просто заходить и бить по бороде. Что я хотел попробовать? Я хочу... Попробовать купить территорию... Финляндию за 11000, да? Даю 12150. Не, да? Хорошо. Последний этот... Даю, значит... За Финляндию даю тебе 15000. За 15000 мы купили. Хорошо. Так. Значит... Сразу туда сейчас выведем полковника, которому никто не пишет. Оп. Кто тут у нас отряды рекрутируется еще? Отлично. И второго полковника туда же. Уже хорошо. Просили по деньгам, но это не так страшно. Пока у нас все идет своим чередом, поэтому не будем расстраиваться, не будем плакать, не будем ныть. Вопрос с Швецией, в принципе, я думаю, решен. Так. Египет считает. Хорошо. Давай мне свои 5000 золота и, в принципе, считай, что мы дружим. вот что по Пруссии делать. Почему вы меня не спросили, даю ли я право Британии находиться на моей территории, мы даем Британии право прохода. Это кто вы такие вообще, чтобы им что-то давать без моего ведома? А я могу передвигаться? Ага. А если попробовать сделать так? Если кто-то знает, напишите по поводу этой тактики, как она работает и работает ли она. Мы заключаем с ними право на проход. Заводим свои войска туда, куда нам надо. Потом, когда право проходит, заканчивается, мы автоматом объявляем войну и, соответственно, мы уже в дамках. То есть наши войска стоят там, где мы должны стоять. Я просто, я просто гений. Знать эту картинку, джиниос, когда он такой, я вот просто прям вот примерно такой же хлопец. Бомба. Я считаю, что это просто, это даже лучше, чем со ски в тиски тактика. Это просто настолько подлое. То есть мы вроде как будто просто проходим, а на самом деле мы не проходим. Мы остаемся там навсегда. Только для этого нам нужно будет подтянуть на все все войска. Попробуем, попробуем это сделать. Ни разу это не делал в игре, если честно. Ну, вроде не делал. Не помню такого. Не помню такого на своем веку, чтоб я это делал. Поэтому будет интересно. Позаводим войска везде. И такие, типа, как на дурочка упадем. Типа, мы просто стоим. У нас есть право на проход. Но мы никуда не проходим. Мы ждем. А потом резко мне сообщение. Если вы не уберете свои войска, это будет военный конфликт. А мы такие, ой батюшки, что же нам делать? А на самом деле мы этого и хотим. Мы этого и жаждем. Так. Хорошо. Значит, раз, два, три. Пускай перейдет. Надо больше. Больше войск. Больше войск. Отряды. Давайте будем дальше комплектовать кавалерию. Дальше будем комплектовать всех наших хлопцев. Отряды. Здесь тоже надо больше отрядов. Офицеры. Давайте вот так. Вот так. Больше отрядов для нашей великой империи. Так. Тут у нас есть отряды. Тут же вообще не разъянута военная ветка. Глубокие шахты. Глубокие шахты. Очень глубокие. Глубокие шахты. Ладно, давайте начнем потихонечку их восстанавливать. Хотя у нас 22000 сильно много не построишь. Ребята, не знаю, я считаю это просто гениальный план. Мирно зайти, а потом оказаться совсем не мирным. Отлично. Новый наш полковник ожидает. Давайте его сразу выводим. Со своими бойцами. Пусть чешет вот сюда. Эх, наша бескрайняя Родина. Ждем еще. Папская область. Ну хорошо, давайте. 230 копеек заплатит мне. Современный госпиталь. Отлично. Отлично. Новый командир. Таможенная пошлина исследована. Министерство. Давайте министерство. будем исследовать министерство. Так. Торговое учреждение. Консульство. Давайте пока, наверное, подождем, потому что глубокие шахты можно, можно. Анатолий. Ага. Австрия. Ага. Давайте со всеми вот торговать. Это хорошо. Это я считаю правильно. Но с другой стороны, я там наметил глобальное рекрутирование в свою армию, конечно же. Тоже немаловажно. Сейчас очень большие растраты будут по людскому ресурсу, скажем так. Так. Пока ждем. Нет. Ну, 9 отрядов по 3 я не проведу. Я имею ввиду, я не успею за 8 шагов перекинуть. Я бы хотел 1, 2, 3. По 8 отряда. По 3 отряда, да? Примерно. Это считайте. 1, 2, 3. Этих подвести. Хотя, в принципе, в притирочку можно успеть. Можно успеть. Здесь двух хватит. Но, конечно, Британия может не согласиться с нами дружить. То есть, она даже может не согласиться нам дать право на проход, что, в принципе, тоже может быть неожиданно и подло с ее стороны. Это плохо, что они привлекают Британию в наши союзники. Пусть не привыкают. Хотя нет, пусть привыкают. То, что от меня не надо ждать ничего плохого. Все будет хорошо. Все будет хорошо, но не у них. Спасибо вам за просмотр. С вами был Росси. Это был канал Роли Гейм Онлайн. Оставляйте свои комментарии. Ставьте свои лайки, дизлайки. Проявляйте активность. Я стараюсь для вас. И всем пока. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok